Условно, который называется Россия кредитная. То есть мы хотим сделать аналитический сервис, который позволит банкам в первую очередь мониторить экономическое состояние регионов. Да, что мы хотели сделать, то есть веб-сервис аналитики, в которых пользователь сервиса через какой-то простой очень интерфейс сможет выбирать различные параметры и получать наглядную картину происходящего в регионах. Целевая аудитория, соответственно, это сотрудники банка, причем не из числа профессиональных аналитиков, а это маркетологи, это руководители, это сотрудники ритейл-подразделения, то есть которым нужен простой доступный инструмент. Также инструмент может быть интересен и сотрудникам других бизнес-структур, будь то розничная торговля, будь то страхование, в общем, кто угодно. Государство, СМИ, некоммерческий сектор также может найти сервис у применения. В своей работе мы использовали открытые данные Цитробанка, ну вот в частности мы начали с сведений о кредитах, предоставленных физическим лицам, а также открытые данные Растата. Правда, нам пришлось использовать неофициальный источник, сам сайт Растата как-то нам такой возможности не предоставил. В работе мы использовали, ну для создания прототипа, для того, чтобы продемонстрировать нашу задумку Google Docs, использовали QGIS, чтобы наложить данные на карту, тоже их визуализировать. Ну, в общем-то, Flipchart, Excel. Сейчас то, что мы вам покажем, то, что мы визуализировали, это данные по закредитованности физических лиц. В принципе, мы достаточно легко понимаем, как можно дополнить сервис данными об уровне жизни в разных разрезах, будь то продолжительность жизни, доходы населения, какая-то их потребительская активность, а также другие банковские показатели, скажем, кредиты юридическим лицам, кредиты бизнесу, объемы безналичного оборота, ну, все, что угодно. На сайте Центробанка на самом деле достаточно много информации. Вот один из примеров, это топ-20 регионов по объему задолженности на одного человека. То есть идея какая? Человек заходит, выбирает параметр, вот, например, задолженность на одного человека, выбирает, что он хочет посмотреть, либо в табличные данные все регионы, либо топ-20, как у нас это представлено, либо, например, сравнить два региона, там Сахалинская область и Краснодарский край. Почему-то для него это важно. Банк хочет понять, развивать ли ему бизнес, или наоборот сворачивать, или еще что-то. Ну, вот интересно, что, например, по объему задолженности на одного человека, у нас в лидерах Ямало-Ненецкий автономный округ, почти 200 тысяч на одного человека. Ну, чуть попозже. Если мы смотрим по просроченным кредитам, то есть это некий показатель проблемности, да, там региона, то здесь у нас список лидеров уже меняется, и Бурятия выходит на первое место. Ну, тут еще один из показателей, где Ингушетия примечательна тем, что больше всего доля просроченных кредитов по отношению к взятым. Павел, ну и покажи, пожалуйста, вот как мы это наложили на карту. То есть вот так вот выглядит карта по объему задолженности на одного человека. Тюменская область, Саха, Якутия, Москва – это места, где больше всего, так сказать, люди берут кредиты. Оранжевым, соответственно, покрашены, где чуть поменьше, светло-зеленым и зеленым, где кредитная нагрузка невысока. Вот, собственно, все. В идеале, то есть должен появиться сайт, либо там страничка, да, где, повторюсь, можно будет выбирать различные параметры регионы, все это несложными настройками, оперируя, ну вот получать такой региональный срез экономической жизни. Спасибо. Павел, что ты дополнишь? В принципе, все. Если есть вопросы, задавайте. Это прототип. Куда раньше поедешь? В дальнейшем, в принципе, есть веб-сервисы, да, те сайты, которые мы использовали, там есть API, но у нас не было времени, чтобы реализовать сервис, который сайты будет дергать эти данные. Сделаем сервис с фильтрами, который будет свежие данные постоянно выдергивать. Табличный, в графике, как вы видели, ну, может, в графике как-то по-другому будет выглядеть. И прикольно выглядит, когда на карту все накладывается, визуально как бы хорошо показывает, отобрает. Там, в основном, средний, да? Что сейчас? Ну, показатель средний. Конечно, это средний на человек. Но в этом конкретном случае мы показывали задолженность по региону на одного человека. Мы использовали те данные, которые есть. Они вот именно в такой форме. Ну, чтобы более репрезентативная какая-то выборка была. Ну, может быть, да. Согласен. Ну, я вот повторю, что это рассчитано не на профессиональных аналитиков, а, скажем, на маркетологов, на людей, которым нужно получить быстрый срез, да, и, ну, сделать на этом основании какие-то оценки. А может быть, пожалуйста, как бы не было обновлений этой информации? Ну, соответственно, когда будет это построено на честных, открытых данных, которые регулярно обновляются на сайте Центробанка, на сайте Росстата, то все это по мере обновления информации в качестве одного из параметров пользователь сервиса может выбрать, за какой период он хочет посмотреть, в том числе и в динамике, да. Ну и все, данные будут подсасываться из соответствующего источника. Ну, я считаю, что это не нужно, ну, по крайней мере, как мне это видится, но нет, это не предназначено. Нет, данные Центробанка сейчас не позволяют, там только до субъекта федерации. Мы решили исследовать городскую среду на доступность. Орлова Ксения, Константин... Нет, нет. Кто знает, как вы считаете? Нас четверо. Да. Да, нас четверо, вот еще, для нашей команды, встаньте, покажем. В общем, наша идея исследует городскую среду на доступность для таких категорий, как мобильные граждане, для людей, инвалидов на колясках и для родителей с колясками. В общем, следующий, наверное. Они, мы их не видим, особенно инвалидов-колясочников, мы не видим на улицах, потому что им просто часто сложно выйти просто из дома, и нет лифтов, пандусов, проблемы с этими вещами. Или есть пандусы, но они выполнены для галочки, не по ГОСТам и прочее. И мы решили цель облегчить поиск доступного какого-то маршрута. И придет такая идея с помощью, сделать это с помощью квестов. Мы решили, что, значит, ну, как уже нам сегодня рассказывали, есть достаточно много подобных попыток сделать карты и сделать, облегчить маршруты, да, в частности, при помощи OpenStreetMod. Мэп, на который люди собирают и добавляют информацию о пандусах, о, значит, лестницах, о доступности к тех или иных мест для инвалидов-колясочников. Но есть одна большая проблема во всех таких проблемах, проблема сбора данных, потому что данные добавляются людьми, если это делается волонтерами, то волонтеры очень быстро теряют мотивированность, и получается так, что у нас есть разрозненные данные, но нету большого, то есть они никак, они перестают, они так всплесками появляются и пропадают. Поэтому мы решили, что, значит, мы займемся как раз сбором этих самых данных и будем воспользоваться готовой платформой OpenStreetMap, но как, значит, мы будем собирать эти данные? Мы решили воспользоваться волонтерами, но уже замотивированными, а именно мы воспользуемся, значит, значит, это концепт, да, мы хотим сделать квест. Квест — это, значит, некое событие, где людям даются задания, они сами приходят, участвуют, и они перемещаются по городу между какими-то точками. В данном случае мы, значит, например, есть довольно крупные ребята, которые занимаются квестами, бегущий город, у них есть разные категории, есть там пешком, есть там на велосипедах, на роликах. Чего у них нету — это людей на колясках и людей с колясками. Мы предлагаем добавить эти категории и сделать квесты, может быть, глобальные городские, может быть, просто маленькие районы для того, чтобы сделать карту какой-то района. А именно мы предлагаем этим людям, точнее, в рамках квеста ставятся станции, какие-то социальные значимые для человека на коляске. Это чаще всего просто какой-нибудь супермаркет, в который можно зайти. Это поликлиника, пенсионный фонд, что-то такое. И мы предлагаем на коляску, на коляску для ребенка или коляску для перемещения установить смартфон, iPhone или какой-то другой, Android, с установленным приложением-трекером, который будет записывать положение коляски во время движения. И, исходя из этого лога, после пройденного через станции, у нас есть время, у нас есть местоположение и высота. Мы можем попытаться, в данном случае, к сожалению, мы математику еще не просматривали, но мы можем попытаться вытащить информацию о том, проходил ли человек по пандусу, проезжал ли он по пандусу, поднимался ли на лифте, или ему пришлось как-то передвигаться на лестнице, просить кого-то помочь. Вот такую информацию. И эту информацию мы хотим потом добавлять на OpenStreetMap. Все? Это наш проект. Попросы есть? А с какими логинными организациями вы не пытались санктивировать проекты? Нет. Вот я советую вам перспективу связаться. Я в том, что вам помогут. Инвалидные организации сами по себе занимаются тем же самым. Они делают какие-то проекты для инвалидов. Да? А политики, институты... Попробуем, какие проекты они не делают точно, но они вам могут обеспечить контингент тех, кому ставить. Согласен. Но дело в том, что... Почему мы говорим про квесты? Квесты это... Квест хоть что. Вопрос в том, куда ставит ваш трекер. Вот они вам скажут, кому надо ставить. Вопрос в том, что улучшение здесь. Конечно. Я поэтому говорю, вы связываете с ними, вы найдете... Конечно. Еще есть, правда? Я советую вам обратиться к целенаправленно к инвалидным организациям колясочников и ввести корректировку по нозологиям ничемным. И таким образом в большом предприятии нам нужно составлять принципиальные, ну, можно сказать, коммерческие интересы. То есть, различные инвалиды-колясочники в разное время года с сопровождением и без сопровождения, то есть, корректировки к эксплуатации и продвижению их эффективных. Это очень интересно, на самом деле. Это... Это уже хватит денег. У нас данные открыты. Да. Еще какие-то вопросы? Есть, у кого-нибудь? Все? Спасибо. Человек. Мы выбирали тему, которую можно реализовать за имеющиеся три часа. И нам казалось интересно посмотреть, как информационные войны, которые происходят в мире, влияют на создание статей в Википедии, не только на создание новых статей, а также на правки старых статей. Следующий слайд. Соответственно, на что мы смотрели? Представим себе, что если происходит какое-то событие, например, событие в Сирии, то со всех сторон, со сторон штатов, со сторон России, у каждых представителей есть свое мнение, и каждый начинает вносить соответствующие правки. То есть, они отражают со своей призмой, как эти события происходили. Ну, соответственно, в русских статьях будет отображаться, что там мы делали то-то, то-то, там американцы будут писать в своих английских статьях немного с другой стороны об этих событиях. Интересно было посмотреть, как вообще статьи появляются и привязать это к координатам. То есть, у многих статей есть координат, особенно в статьях о городах, то есть, в статьях о каких-то географических объектах есть, в Википедии есть координаты. И, соответственно, можно понять вообще, в какой части, о чем и сколько правок люди делали. Что мы успели сделать за сегодня? Мы успели написать парсер на питоне, который берет из Википедии, находит статьи в определенном регионе, в определенном радиусе. В данном случае мы взяли Киев, мы взяли центр Киева и посмотрели все статьи, которые, статьи о объектах и событиях, у которых есть координаты в Киеве, по всему Киеву. И посмотрите, как вообще со временем количество правок, ну, изменялось количество правок. Что у нас есть? Мы еще написали на питоне, потом генерили данные в формате CSV и потом перелили их в карты DB, где в карты DB мы уже создавали вот такую модель. Ее мой коллега как раз сейчас продемонстрирует. Может, покажешь пока? Соответственно, что у нас происходит в это время? Начинается все с 2004 года и заканчивается вот нашими днями. Вот. И здесь мы видим, как правки, как правки появляются в определенных местах в Киеве. То есть каждая точка это какой-то объект, исторический объект, либо какой-то географический объект и от величины вот этих точек зависит количество правок. То есть чем больше точка, тем больше был правок в данный момент времени. Мы рассматривали все с градацией по месяцу. Месяц и год. Соответственно, у нас получилась такая картина. Далее, график. У нас получилась такая вот статистика. Как мы видим, здесь довольно трудно привязать ее к определенным событиям, но можно заметить, что в момент, когда в Киеве была, скажем так, гражданская война, то правок было довольно мало, а потом правки стали появляться. То есть, соответственно, это можно интерпретировать следующим образом, что события, то есть сначала люди участвовали в событии, следили за этим событием, и когда все уже стихло, люди стали писать об этих событиях так, как они считали нужным. Что можно сделать далее? Есть идея, что можно автоматизировать данную систему и не только следить за тем, как события, как правки появляются в различных местах на карте мира, но также можно следить онлайн за тем, как появляются правки. То есть можно следить за тем, как появляются ревизии правок в Википедии и отображать их на карте, смотреть, следить за этим онлайн. Например, мы знаем, что там сейчас происходит война в Сирии, так и можем онлайн следить за тем, как распределяются вот эти все события. Я уже третий раз до этого говорю, извините. Вот, и еще интересная идея, так как мы скачивали не только координаты и время там. Мы также скачивали сами правки, и было бы интересно методу машинного обучения исследовать текстовые правки и посмотреть, например, эмоциональную краску этих правок, о чем люди писали и на чем люди сделали акцент. Всем спасибо за внимание. Может быть, у вас есть вопросы? По-моему, это тоже. Да. Ну, тоже как пожелание. Было бы очень интересно, например, вот так взять и предложить на данную статистику, статистику самых обычных информационных сообщений, а потом, например, посмотреть, как я снялась, например, стоимость земли в Киеве, вот вашей информации, как вела себя мировая биржа и как будет очень интересно такое. Да, согласен. Да. У меня есть такое волнение, что самликоридиацию можно найти, если к вашему массиву добавить, например, количество подвлекаций, чтобы мы найдем конкретного места Киева, когда какие-то события происходили, посмотреть количество правок в Википедии, а потом еще и посмотреть какие-то адреса, с которых правок в Википедии, если какие-то страны это происходило. Мы их тоже хотим, просто пока еще... Просто не было времени, да, но идей такие были. Да, это возможности... Хорошо тянет на просто даже отдельный инструмент, может быть даже для коммерческих, не коммерческих, для журналистов по факт-чекингу, когда можно в нем указать место, указать там, условно, диаметр, но... Ну, и так мы не хотим реализовать, пока что карта ТП, возможно, чуть позже это как отдельное предложение сделать. То есть это просто может доцелиться вообще в принципе журналистами расцеплены с ним в общем-то миров, там разные... очень интересные идеи. Да, согласен. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а вот вы же получаете интервью на святки, да? Да. На самом деле у нас, так как мы интегральный параметр уже на последней стадии считали, мы можем проводить анализ тех правок, то есть текстовой информации правок. То есть с текстом работают? Да, работать с текстом, да. И соответственно выявлять, то есть по каким темам именно совершались правки, эмоциональную окраску мерить. И тогда можно уже находить более точные корреляции. То есть сейчас это всего лишь гипотезы. Дело в том, что у вас все равно тональность есть, например, двойная, что-то негативно, она будет негативно. А у вас зима. И то есть с правой не было справок, и с правой не было. С чем-то зрение текста статьи к комментариям, статьям, делая тональность. Там есть тексты к комментариям. Итак, наша основная идея это бот-агрегатор по основным, скажем так, способам благотворительной помощи, которые мы все с вами можем использовать в любой момент времени. Вот хоть прямо сейчас. Но начнем немножечко вообще сначала. С чего начинали? Мы для начала вообще взяли Россию как таковую и прогнали ее через огромное количество мировых рейтингов, самых разнообразных. Вот это, например, все позитивные. Наши первые, вторые, третьи места. Мы лидируем по добыче, по экспорту, по вооружению. Все очень классно. Но это то, где мы антилидируем. Если вы заметите, полицейские попали аж два раза. Мы мало того, что им не доверяем и боимся за свою жизнь, так еще и их огромное количество на душу населения. Практически самое большое в Европе. В этот антирейтинг попала и благотворительность. И мы сразу задумались, а что с ней не так, что вообще происходит. Залезли на мировой индекс благотворительности и заметили, что в 15-м году наша страна браво заняла 129-е место. Красная полоса это, в общем-то, наша активность за последние 5 лет. Синим цветом показаны страны СНГ. И если вы заметите, они все выше нас. Вообще все. Беларусь, Казахстан, Киргизия, они все лучше. Несмотря на то, что есть некоторые особенности. Вот, например, если взять, если я не ошибаюсь, по-моему, Туркменистан, да, они долгое время входили чуть ли не в топ-10. И это было очень странно. У них было огромное количество волонтеров, уровень был зашкаливающий. Но выяснилось, вот видите, в этот момент они пошли вниз. В этот момент у них отменили обязательные благотворительные субботники, которые были обязательны для всех. Но, несмотря даже на такие особенности довольно юморные, они все равно достаточно на высокой позиции и намного выше нас. Пойдем, в общем-то, немного дальше. И в первую очередь стало интересно вообще, какая информационная поддержка у благотворительных мероприятий, благотворительных фондов. Мы взяли самые простые, в общем-то, слова, чтобы не затруднять парсинг. Была благотворительность, благотворительный фонд, волонтеры и волонтерство, донорство и доноры и пожертвования. Мы прогнали их через информационное поле и посмотрели, как часто в месяц они упоминаются вообще во всех СМИ. Ну, как вы видите, волонтерство, в принципе, лидирует, периодически доходит до 20 тысяч упоминаний. Это особенно забавно с учетом того, что именно волонтерство в нашей стране развито меньше всего. То есть, 3% респондентов ответили, что занимались волонтерством для благотворительных организаций. Вроде кажется, что цифры-то внушительные, то есть десятки тысяч. Но сравним с инфоповодами о войне в Сирии. То, что вы видели на предыдущем слайде, это вот это. Ну, я, в общем-то, даже не знаю, что можно... Безусловно, Сирия связана с тем, что она наиболее упоминаема в СМИ. И если мы проводим сравнение, лучше показать на том инфоповоде, который у всех на слуху. Вот и все. В общем-то, дальше мы посмотрели, а как, в принципе, у нас идет помощь. И начали, естественно, с государства. Мы взяли федеральный бюджет за 2015 год, выгрузили все данные касательно социальной политики. И увидели, что, в общем-то, огромные цифры, в общем-то, практически 28% от бюджета тратится на социальную политику. Стало интересно, на что конкретно тратится, и выяснилось, что 80% от этой цифры это пенсии. еще 7% это социальное обеспечение, это программы материнского капитала, и еще некоторые соцпрограммы. Так, в общем-то, пойдем дальше, потому что помогают, в общем-то, ну, государство помогает через, ну, чаще через региональные бюджеты цифры достать за сутки было намного сложнее. Посмотрим, как помогают, в общем-то, сами люди, как помогаем мы с вами. Как видно, подавляющее большинство жертвует деньги, просто и достаточно доступно, при этом довольно часто обманываясь и ведясь на мошенников. Вот то, что мы с вами говорили, работают волонтером, меньшее количество, некоторые передают пищу и еду, но это касается чаще региональных детских домов, у них намного все сложнее с финансированием, с бюджетами. Ну, и есть определенное количество людей, которые не делают ничего из перечисленного. Вот средняя сумма пожертвований за год, то есть это не какая-то разовая сумма, а сколько люди, в принципе, за год жертвуют благотворительным организациям. В среднем получилось, что порядка полутора, двух с половиной тысяч они все-таки жертвуют разным организациям. Из-за малой информационной поддержки, из-за стремительного развития вообще технологий, мы посмотрели вообще, какие характеристики должны быть у приложения, сервиса, которые будут работать в благотворительной сфере. Во-первых, должна быть обязательно проверена информация, и здесь есть некоторые факторы, допустим, о наличии, отчетности, о программах фонда, то есть это все должно быть открыто, люди должны знать об этом фонде и доверять ему. Можно чуть-чуть, буквально наверх, на пару секунд. В общем-то, вы это все пункты увидели, то есть возможность посмотреть отчеты, о чем я уже говорил. Да. Вот мы сейчас заканчиваем и переходим к маленькой игре. Я очень надеюсь, что вы дадите нам минутку. В общем-то, этого бота мы собрали. И по нескольким разделам он у нас уже работает. Вот оно. Пожалуйста, работай. Закрой вот это. Я пытаюсь. Да, это сложно, потому что на экране ноутбука не отображается то, что вы видите на проекторе. Вот, вот, вот она. В общем-то, телеграмма. Хорошо. Расскажите первые данные. Потому что в целом ваших данных жены нет. А где вы это проект? Смотрите, часть, допустим, все, что касается средств массовой информации, с более-менее крупных СМИ, которые как бы все у нас на слуху, мы выгружали самостоятельно. соответственно... Частота воспоминаний? Конечно. Я имею в виду денежки. Денежки, пожалуйста, это на самом деле кропотливый труд, на который у нас в команде выделился один человек, который, в общем-то, с самого начала хакатона скачал федеральный бюджет за один год и выгрузил его в Excel и по поиску мы начали проводить социалку. Бюджет это одна из составляющих благотворительности. Бюджет одна из составляющих благотворительности, простите. Средний размер пожертвований. Интересно. А, средний... Вот, среднего размера пожертвований. Спасибо некоторым исследованиям. Лучшие данные это частично готовые данные. Есть фонд поддержки филантропии и СЕФ Раши. Я покажу фото. А? Фото. Если он сейчас не откроется, я вам лично расскажу. Ссылку вы его откроете, посмотрите. Какими-то открытыми данными механических организаций России вы еще пользуетесь? Мы хотели сделать раздел с благотворительными фондами, которым стоит доверять, но поскольку не у всех оказалась на самом деле открытая отчетность, то есть, например, у фонда Алишера Усманова на их сайте отчетности нет. Просто значит, по благотворительности России больше 12 лет крупный мегапроект финансированный Федерателем Республики Германии в Гории в Санкт-Петербурге на Олимпе 87. Вот, пожалуйста, у них есть, ну, наверное, файл угловых 2000 благотворительности в России. Частично определенная информация очень интересная, но на самом деле непонятно, как поценивать эффективность и обязанность и доступность благотворительности, потому что благотворительность, когда она просто по выделению этого вопроса ну, вообще ни о чем никогда не сказали. Главное, благотворительность и адресность и доступность. Я могу ошибаться, но это благотворительность и доступность. Безусловно, вы правы, но как раз с адресностью и доступностью у нас всегда тяжко, и мы, в принципе, надеемся, что если мы сможем продвинуть нашего бота, допустим, благотворительным организациям, например, организации таких дел вполне могли бы заинтересоваться. Приветствую уважаемых участников мероприятия. Наша команда в составе меня, Артема Светлова и Максима Дубинина представляет вашему вниманию программу. Это парсер данных с сайта reforma.jkh.ru Имеется вот такой сайт. На нем представлены данные из российских бюро технической инвентаризации по почти всем многоквартирным жилым домам Российской Федерации. Пользователь этого сайта может поиском найти какое-нибудь здание и по каждому зданию представлены примерно вот такие данные, то есть год постройки здания, тип дома, его серия, количество подъездов, количество лифтов, количество жилых помещений и адрес и географические координаты. Создатель этого сайта предлагает, что его будут использовать только люди, чтобы посмотреть данные о своем доме. Максим Дубинин написал скрипт на языке программирования Python. Скрипт выложен на GitHub, на экране виден его адрес. любой желающий может на компьютере этот скрипт запустить, указать название города и получить электронную таблицу вот такого формата. В этой таблице представлены географические координаты дома, его адрес, дата ввода в эксплуатацию и все те же параметры сайта. Поскольку имеются географические координаты, то далее вы можете делать с ними различные операции с использованием GIS-технологий. Вот, например, в качестве иллюстрации мы взяли QGIS и немножко визуализировали. В качестве примера мы выкачали немножко данных по Москве. В частности, в атрибутах этого сайта есть, например, параметр энергоэффективности здания. Если энергоэффективность хорошая, то в доме тратится меньше энергии на отопление, чем в среднем. Если эффективность плохая, то больше энергии тратится. То есть, вот, например, каждый точек обозначает одно здание. Значит, имеются разные параметры. Да, вот они. То есть, все можно смотреть. И в качестве примера мы сделали простейший растровый анализ. То есть, с помощью этих данных, например, можно выделять какие-то кластеры. Например, видно, что некоторые в некоторых районах энергии эффективности хорошая, в некоторых плохая. Чем они отличаются на местности, на первый взгляд, непонятно, потому что и там, и там Брежневки. то есть, анализировать можно многими способами. данные. В принципе, эти данные можно использовать для самых разных применений. Например, поскольку они по всей России, например, на их основе можно сделать, допустим, автоматическую генерацию подводителей по любому городу. Например, я приезжаю в какой-нибудь город, например, Орехово, Зуево или Красноармейск, я интересуюсь архитектурой начала 20 века и домами, которые идут под снос, чтобы их сфотографировать. На этом сайте есть год постройки дома и есть параметр «Планируется льдом под снос». Поскольку эти данные можно использовать очень большим числом способов, мы вот есть этот код на Петоне, в принципе, его уже можно использовать. Собственно, у меня все, пожалуйста, задавайте вопросы. Спасибо. Тут на сайте для каждого дома написан класс А, С, Д. Да, сайт реформы жкх.ру Практическое применение чего? Скрипта или карты? Практическое применение. Любой желающий может скачать эти данные и использовать их для дальнейшего анализа. Эти данные государственные, то есть мы считаем, что их лицензия достаточно открыта для дальнейшего использования. То есть, например, там есть адреса географические координаты, есть года постройки, аварийность дома и тому подобные параметры для многоквартирных домов. По этому параметру не знаю, я интересовался только строительными параметрами. Там много всего, надо разбираться, что там есть. То есть, данных там много. на гитхабе программа, которая парсит данные с сайта. на гитхабе есть программа на питоне. Она запускается на компьютере, программа скачивает все страницы сайта и делает электронную таблицу. Они там изначально не открыты? На своем датинном? Нет, там на сайте там только такой веб-интерфейс. То есть, там странички и на каждой страничке написано про один дом, а скачать целиком с сайта там такого средства нету. Вот мы написали средство, чтобы скачивать автоматом. Координатор проекта «Метро для всех». Мы занимаемся различными вещами, связанными с навигацией и доступностью в метрополитенах. Среди прочего мы собираем данные, делаем приложения на этих данных, анализируем эти данные. Здесь мы участвуем вне конкурса. У нас довольно много людей в команде, но конкретно сегодняшняя команда это я и Костя Гордеев. Мы решили таким вопросом заняться недавно тем, который волнует наверное большинство жителей Москвы, которые пользуются метрополитеном. Сегодня я к некоторым из вас подходила, задавала этот вопрос. В принципе 100% людей мне ответили, что пользуются метрополитеном. Так что я думаю, что вы все заметили, что последний год с лишним в метрополитене продолжается программа благоустройства вестибюлей и подземных переходов. Скоро там будет чисто и удобно. И жители района Ясенева интересуются, когда. Я тоже житель района Ясенева, и вот примерно такую картину я наблюдаю уже очень давно. хотя реконструкция должна была благоустройство должно было закончиться к октябрю 2015 года. Вот чтобы немножко разобраться с этим вопросом, когда же все закончится и вообще что нас ждет, мы решили поанализировать имеющиеся открытые данные по благоустройству. В первом деле мы пошли на портал госзакупок, нашли там 9 конкурсов на благоустройство вестибюля подземных переходов. Секундочку. Что у нас получилось после того, как мы все эти данные по конкурсам скачали и прочитали? Во-первых, у нас получился вот такой наборчик данных, который пока нигде не выложен, но будет под открытой лицензии. Значит, все, что можно выкачать собственно, во-первых, из мета-данных, во-вторых, из собственной самой конкурсной документации частично. Сейчас я расскажу подробнее. Второе, что у нас в результате есть, мы посчитали стоимость работ по благоустройству для каждой конкретной станции. Это не совсем тривиальная задача, потому что в конкурсной документации только общая сумма госзакупки на весь блок. Это может быть 20 станций, 10 по-разному. Значит, получилась вот такая графичек, где можно увидеть, что больше всего денег выделено на станцию Южная, Китай-город, Ясенево, Волжская, а для новых станций поскромнее. Значит, это тоже не главное. Значит, главное, что у нас сейчас есть, что мы уже успели визуализировать, это вот такая схема метро, на которой можно посмотреть информацию по продолжению ремонтов, по тому, значит, сколько денег там на каждой инстанции выделяется, там где-то данные есть, вот, погровая 118,9 миллиона рублей, ремонт там все еще идет. Здесь же информация по подрядчикам, здесь же информация по началу и окончанию работ, ну и некоторые цифры, например, что в целом 6,5 миллиардов рублей на этот первый блок благоустройства выделено. Что у нас не сделано пока, и в чем мы надеемся на вашу помощь в том числе. во-первых, очень хочется верифицировать немножко данные по тому, где на каких станциях ремонт еще продолжается, потому что сейчас единственный источник этой информации это сайт собственно московского метрополитена, на котором ежедневно они публикуют информацию, какие там подземные переходы они на эти выходные закрывают. И, соответственно, если информации по конкретной станции нет, непонятно, то ли работа уже закончена совсем, то ли они просто там не идут. в связи с этим, если вам интересна эта тема, мы будем очень благодарны, если вы нам присылаете данные по своим конкретным станциям, что у вас там происходит, можно с фоточками, все это будет естественно в открытом виде выложено. что более интересным, но что мы сейчас пока сделать еще не начинали делать или что мы еще сделать не сможем, собственно, проанализировать данные по содержанию самих работ, то есть не только там сколько денег потрачено, сколько времени все это делается, а что мы получим по итогам. То есть для этого надо проанализировать вот такие вот вещи, типа сметы, которые выложены в конкурсной документации, то есть это кажется, что это вот, на самом деле вот эта картинка, которая отсканирована совершенно отвратительно, в отвратительном качестве, и даже если ее, собственно, всю как бы перевести в машиночный вид, нетривиально понять, собственно, все равно, сколько денег на что выделено. Может быть, мы этим займемся, если будут силы и желания. Еще интереснее, когда все эти работы будут закончены, попытаться понять, реально, реально, все, закачал, провести некий аудит, что ли, того, что сделано с точки зрения доступности, потому что есть такое подозрение уже на этом этапе, что доступность вестибюлей и подземных переходов увеличится крайне непринципиально. В связи с этим это такое заделанное будущее. Вероятно, сотрудничество, может быть, с какой-то организацией маломобильных граждан будет делаться. Ну и мы хотим, конечно, обновить свои собственные данные, которые мы используем в своих приложениях, тоже обновить все данные по пандусам, по ступенькам, по поручням, все, что мы собирали последние два года и узнать, что там изменится после этого ремонта. Спасибо большое. Мария Живейнова. Наша команда состоит из двух человек, всего лишь у нас очень маленькая, но гордая команда. Это Виктория Ситникова. Мы наш проект называется... Может, подождите пока вас? Да, хорошо. вы хотите поговорить, пожалуйста. У вас что, задание? Нет, нам нужны... Наш проект посвящен тому, где лучше вести бизнес в России, в каком регионе, а где лучше его не вести. На самом деле у нас сразу начну немножко с негатива. У нас получилось не все, что мы задумывали, но что-то вышло. Сейчас мы видим карту, на которой представлены регионы и их рейтинги по индексу предпринимательской уверенности. То есть темненькие у нас это все, кто в минус, а светленькие это все, у кого положительный рейтинг этой самоуверенности. Как мы можем видеть, ситуация достаточно депрессивная. Я еще не сказала, что мы сосредоточились на средних и малых предприятиях. Это нас интересовало больше всего. Также на карте мы можем видеть количество средних и малых предприятий в каждом регионе и в каждой области. Вообще мы собираемся отталкиваться от доклада бизнес-омбудсменов по регионам и опросам предпринимателей, чтобы выделить основные факторы, которые создают трудности в ведении среднего и малого бизнеса. вот эти факторы мы выделили. Они у нас заключаются в самое-самое частое упоминание это административное давление на бизнес и высокие ставки по кредитам. То есть бизнес очень сложно с кредитами. вот также это высокие тарифы по коммунальным платежам и высокая кадастровая стоимость. Но мы пока что успели сделать только ситуацию получается первую у нас по кредитам и первый график. Вот мы можем видеть какие здесь не регионы здесь у нас федеральная округа потому что с регионами это все достаточно долго мы не успели просто сделать по каждому региону эти цифры. Мы видим то что например в центральном федеральном округе берут достаточно много кредитов ну соответственно очень много задолженностей по этим кредитам. Но самое интересное что мне бросилось в глаза это южный федеральный округ. У них очень небольшой объем кредитов в принципе небольшие задолженности по кредитам но на карте мы видели то что там достаточно ну все неплохо там достаточно позитивные настроения потому что лидирует у нас вообще в рейтинге позитива республика Ингушетия Карачаева Черкесия то есть у них все замечательно они не берут кредиты здесь немножко ниже ну и потом мы видим что как раз таки как раз таки в этом же самом федеральном округе ну в общем меньше всего административных правонарушений то есть там все так замечательно прекрасно кредиты никто не берет в связи с этим правонарушений практически нет вот все счастливы неизвестно на какие деньги развиваются в общем-то предприятия но их и не так уж много на самом-то деле вот ну а самые депрессивные вот на карте у нас получились Томской области Красноярский край у них все совсем грустно хотя у них очень много предприятий хочу заметить что достаточно да вот из-за того что у нас было очень мало времени мы ранжировали только у нас вот только по так скажем по минусам и плюсам то есть конечно в идеале мы хотели бы сделать самый позитивный самый негативный разным цветом но это чисто технически пока что мы не успели сделать вот ну пока что да пока что у нас плюс-минус относительно как раз таки этого индекса предпринимательской уверенности то есть либо он позитивный либо негативный ну вот негативный что ноль нет но индекс он просто он измеряется как бы вот в единицах мы брали эти единицы мы брали это из набора данных эмисс и ну это рейтинг это позиции пункта рейтинга это у нас получается 2015 год до этого мы не смотрели мы вот индекс сделали один год потому что на карте это очень все долго ну вообще в идеале там должны ну крым у нас вот на графике с 15 года да и он у нас за 15 год ну нет этих данных ну мы ее не рисовали мы ее только модифицировали это с